10 утра в очереди у Центра оказания услуг МУК «Водоканала» стоят не более 30 человек. А еще несколько дней назад очередь выходила за пределы территории предприятия и насчитывала сотни абонентов. Люди шли, стояли часами, по 5 часов и так далее. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, людей гораздо меньше. Я хотел бы отметить, что помимо того, что людей меньше, мы принимаем сегодня, поток увеличен в два раза, на сегодняшний день работает 16 окон. И это тоже способствовало тому, что сократили поток населения. 16 окон только в Центральном районе. Подразделения предприятия открыты в Адлере, Дагомысе и Лазаревском. Одновременно с абонентами работают 32 специалиста МУК «Водоканал». Кроме этого, еще три недели назад появилась возможность обратиться в «Водоканал» через интернет с помощью личного кабинета на сайте предприятия. Но такой вариант, как выяснилось, подходит далеко не всем. Мне нельзя сделать, потому что у меня документ, надо там подписать. Конечно, это лично надо все, бумага такая, что и там штамп надо поставить, и расписаться. Все переделать документы. ООО «Водоканал», теперь МУП «Водоканал». Оплатить я в Сбербанке не могу, потому что у них нет еще этих данных, я пыталась. У меня не приняли оплату. Вот приходится, теперь здесь, конечно, неудобно очень. Мне нужно отдать акт пломбировки горячей воды. То есть это только в живую очередь можно? Только в живую очередь можно. Через почту, через личный кабинет. Пробовали, нет? Пробовал, спасибо, не получается. Так надежнее. Специалисты МУП «Водоканал» напоминают, что продолжается прием коллективных заявок от жильцов многоквартирных домов через ТОСы и управляющие компании. В числе тех, кто не торопился с передачей данных МУП, оказались сочинцы, дожидавшиеся окончания судебных разбирательств. 12 октября суд подтвердил правомерность расторжения аренды с ООО «Сочи-Водоканал». После этого еще тысячи абонентов передали свои данные, но их не успели внести в октябрьские квитанции. Сегодня база уже составляет 180 тысяч абонентов и продолжает расти. Обратиться в МУП «Водоканал» можно в будни в подразделениях во всех районах Сочи. В центральном офисе на Гагарина, 73, посетители принимают также по субботам с 10 до 16 часов. В МУП «Водоканал» принято решение, пока процесс корректировки показаний не завершится, не начислять абонентам пеню за просрочку платежей.